Пришло время снова возвращаться в школу. В этот день в школу спешат дети, а родители с радостью, волнением и трепетом провожают их. 31 раз звучит в первой школе Покачей первый звонок. Свидетелем и участником торжественной линейки в далеких 80-х был Алексей Руденко. Были такие вспоминания, как мы с друзьями, даже с друзьями, которые сейчас тоже у нас работают на предприятии, постоянно общаемся, прошли всю школу здесь. На данный момент у меня двое детей, старший, средний, тоже учатся в этой же школе. В этом году значительно уменьшилось количество букетов в руках школьников. Покачевцы поддержали благотворительную акцию «Дети вместо цветов». Впервые за три года классного руководства Вячеслав Дымченко жене сегодня принесет не охапки, а лишь несколько букетов. Подарили 3-4 букетика примерно, потому что проговорили с родительским комитетом, они тоже согласны полностью с позицией, что лучше нужно помогать детям, чем дарить цветы учителю. Сегодня в четвертой, самой молодой и при этом самой большой школе. Покачей за партой сядут 834 человека. Это 34 учебных класса. Вот такая красивая книга от Натальи Владимировны Комаровой. Сегодня будет вручена каждому из вас, дорогие наши дети. Я надеюсь, что она поможет вам познать наш край. И самое главное, будет первой книгой на этом пути. Такая книга, как никогда, кстати для первоклассника Мирона Натальченко. Потому что мне быть умным надо. Я хочу хорошо учиться, получать пятерки по математике, по физике. Я хочу только пожелать, вы повнимательнее прислушивайтесь к своим наставникам, потому что отличные и хорошие оценки вам выставит вам взрослая жизнь. Сегодня во всех школах города за успехи в учебе наградили учеников. 28 из них получили дипломы и премии от компании «Лукойл». Один из лауреатов – десятиклассник Данила Кадочников. В прошлом году он написал научный проект, реализация которого может упростить жизнь пользователям мобильных устройств. Использование пьезоэлементов, устанавливаемых в обувь человека, для выработки электроэнергии в походе или еще где-то, где нужен автономный источник питания. А носить с собой комплект аккумуляторных батарей очень тяжело, либо невозможно. Для того, чтобы эту награду получить, не обязательно быть, скажем, сыном или дочерью нефтяника. Мы смотрим буквально все категории. Главные критерии при представлении этой именной премии, конечно, являются «А» – это выдающиеся успехи в учебе и активное участие в общественной жизни города, школы. Очень хочу, чтобы каждый наш с вами день начинался с таких же радостных глаз и сияющей улыбки, которыми вы озаряете сегодня праздник. Вторая школа, она очень-очень гордится своими учениками и достигает огромных успехов, как в учебе, так и в общественной жизни нашего города. Диана Контюкова идет в школу впервые. Родители девочки понимают, что в этот момент их ребенок становится чуточку взрослее. Вчера только вспоминали с папой, помним ли мы свой первый класс. Как нас родители собирали. Сейчас, конечно, все немножко по-другому. Цветы уже другие, дети другие, форма другая. Алина Хыркияла родной второй школе песни в своем исполнении будет дарить еще на протяжении этого года. Одиннадцатиклассница уже определилась с выбором профессии и претендует на золотую медаль. Мне сейчас нужно подтянуться по математике, также общество, ну, конечно же, ходить на элективы. Ну, вообще, стараться в целом весь год. И только усердным трудом я добьюсь своих результатов. Апогеем Дня Знаний по традиции становится первый звонок. Ксения Юланская, Дмитрий Огородников. Специально для новостей.